Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать как живется морякан на контейнеровозе в 2018 году. И начну, конечно, все это видео с обзора своей каюты. Получается, в каюте присутствует диван, кресло, картина с цветами, похожим на подсолнухи. Столик журнальный, письменный, телевизор с PlayStation, но телевизор с PlayStation это уже мои приобретения, привез дома. Полочка с часами. Также неотъемлемая часть любой каюты. Кровать, довольно-таки удобная. Прикроватная тумбочка. Холодильник или мини-бар. с черными бананами. В общем, запасы, которые никак не могу съесть, собираю. Ну и также вот шкаф. Судно, конечно, не новое, 99-го года, но каюта сохранилась в хорошем состоянии. Все более-менее работает. Открывается, закрывается. паркет в хорошем состоянии. Ну и также в каюте есть свой санузел. Раковина, гальюн и душевая. Все удобно, компактно. Мне нравится. Светлая, довольно-таки просторная каюта. Вот мы сейчас находимся в рядовом ТВ-руме. Довольно-таки большой, просторный. Есть огромный телевизор, 52 дюйма. Можно смотреть фильмы по вечерам. Также достаточное количество диванов на разный вкус. синие кожаные нарды, картины для особых ценителей высокого искусства. Дартс, велосипед присутствует, пылесос красный, очень мощный. Ну и также спортивный тренажер под названием Гребля. Выглядит очень футуристично. Также вот тут есть небольшая коллекция книг для любителей почитать. Ну и соответственно дисков Невский два в одном. А вот так вот выглядит офицерский тюйрум. Тоже наличие тренажеры. Можно покрутить педали, побегать. Бар есть, но так как в компании сухой закон, поэтому как бы им никто не пользуется. Также телевизор китайские куклы. PlayStation для любителей футбола. Ну и тоже игры в наличии есть. Шахматы, шашки, домино. В общем, все как надо. тоже хорошо сохранился. Чисто, уютно. Мандарину кто-то оставил. Заначка чья-то, наверное. Ну а сейчас мы находимся в спортзале. Спортзал, конечно, помещение само небольшое, но тренажеров довольно-таки много и достаточное количество для проработки разных групп мышц. Вот тренажер на спину. Штанга с кривым грифом для бицепса на трицепс. Брусья для пресса, тренажер, стойчика для приседаний, множество гантелей. Основная часть из них это основная основная часть из них это самодельные. Вот блины все. Моряки делали своими руками. Ну и конечно же лавочка для жима штанги тоже все хендмейд. Варили, вручную делали. Вот также вот тут для пресса и для жима. Ну и такой хороший тренажер тоже присутствует. Разные упражнения на нем можно делать на руки, на ноги. Комплексный. Ну и также можно музыку послушать во время тренировки по блютусу. Вот такой вот тренажерный зал. Небольшой, но тренировку полноценную можно провести. Ну и также для любителей погонять шары есть теннисный стол. Можно поиграть после рабочего дня, послушать музыку, хорошо провести время. Вот так вот выглядит офицерская столовая. тут моряки кушают, питание трехразовое, на каждом столе есть какие-то соусы, кетчупы, хлебушек, микроволновка можно разогреть, если опоздал на ужин, обед, ну и также мед, хлопья, тостер. В общем, чисто уютно, картины на переборках. Также есть столовая для кофе таймов. Так вот выглядит. Ну и для тех, кто не хочет переодеваться в обед. Ну и помимо трехразового питания в холодильнике всегда есть нарезка с колбасой. Можно сделать бутерброд и перекусить. Ну и соответственно тоже чай, кофе. Все для сытой жизни. И телевизор для просмотра передач во время приема пищи. Также вот на судне имеется прачка. Можно постирать свою робу. Чистые вещи. Машинок много. Стираться могут все. вот так вот сушатся робы. Стирается одежда. Ну и на этом заканчиваю это видео. Так что всем спасибо за внимание. Пока. Пока. Субтитры